Самару по праву называют столица космическая. Многое в нашем городе связано с бескрайними просторами вселенной. Кто-то пишет об этом эпосы, кто-то картины, а кто-то создает выставки. Здравствуйте, в эфире программа «Город Эсс» и я, Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня организатор и идейный вдохновитель выставки «Коды абстрактного космоса» Нелли Коржова. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте, Мариана. Да, Нелли, вот давайте с места в карьер. Безумно интересное название «Коды абстрактного космоса». Что это такое? Потому что вот не зная, наверное, и не видя, сложно себе представить, что же это может быть. Ну, мы хотели поговорить, во-первых, о идее космического как таковой и привязывались к дате вот этой совершенно прекрасной 55 лет полета человека в космос, с одной стороны, а с другой стороны мы пытались вычленить какие-то такие соответствующие великие даты, вот, например, в искусстве последнего там столетия. Это «150 лет Кандинского», и мы решили пригласить на этот проект куратора из Москвы Виталия Пуцукова. И у нас достаточно большая программа, которая охватывает весь город, потому что это идет в рамках программы «Улица как музей, музей как улица», поскольку мы с вами встречаемся, наверное, не первый раз, мы все-таки живем в одном городе. Вы, наверное, знаете, что основа этого такой программы – это выставка на остановках общественного транспорта, потому что очень важно выносить выставочное пространство вот буквально к людям. Посмотрите, как устроена Самара, ведь, собственно говоря, если посмотрим на карту, это такая распахнутая птица, да, и только вот клювик этой птицы называется, словом, «старый центр», и там сконцентрирована вот какая-то такая музейная жизнь. А вот остальное все, тело этой великой птицы под названием Самара, оно как-то лишено. Поэтому мы стремимся преодолеть вот этот разрыв между музеем и человеком с улицы, потому что больше всего мы живем на улице, да, дома, в пространстве города, вот это движение. Ну и действительно, очень многие люди, когда их спрашиваешь, когда ты последний раз был на выставке, кто далеко живет, допустим, в рамках безмянки, да куда там доеду и так далее. Конечно. И вот эта программа, выставка на остановках, она называется «Улица как музей, музей как улица», потому что это одновременное экспонирование в произведениях в городе на остановках общественного транспорта и в музеях. Вот эту программу мы начали в 98-м году, это вот уже, считаете, в прошлом тысячелетии. Конечно, давненько. И это одна из самых крупных программ паблик-арт, вот такая целеустремленная, я бы сказала, в России. Вообще, я не знаю вот аналогов, чтобы на остановках так долго шли проекты. И здесь хотелось бы сказать, что еще не все люди, не то что вот не любят ходить в музей, а нет привычки даже среди молодого населения, потому что музейная атмосфера, она как-то требует особого поведения, да, одежды, там, этикета, знания. И некоторые считают, что это не вполне соответствует вот ритму города. Поэтому остановка соответствует. И вот этот вынос произведения на остановку, он, с одной стороны, очень мобильный, а с другой стороны, это вот образовательный такой аспект, но не назидательный. Вы просто смотрите фамилию художника, как-то на нее реагируете, можете прийти домой и загуглить. И, кстати сказать, эта огромная зрительская аудитория одну остановку в день, вот одну картинку, просматривает от пяти тысяч человек. Вот умножим на тридцать, на пятнадцать, и получим более миллиона. Но ведь здесь же еще идет такой момент, что человек что-то запоминает и откладывается в его душе, в его мыслительном процессе. А что-то пролетает. То, что просто внезапно попало в поле зрения, да, и тем не менее это откладывается, и потом внезапно он может эти знания и воспроизвести? Почерпнуть. Ну, вот вы совершенно верно заметили, что вот эффект неожиданности. Кто-то вот уже знает, что эта программа идет, да, и он готов, и там каждый год, иногда два раза в год мы показываем разные выставки на разные темы. Вот в этом году общая тема кода абстрактного космоса. И мы решили, что вот в этом году мы пойдем, можно сказать, на такой эксперимент, потому что в основном мы приглашали... Это международная программа, во-первых. Приглашали мы художников из разных стран. Вот последние годы там из Швеции вы видели много, из Германии, Франции, Италии. Вот в прошлой осенью мы показывали там персональную, можно сказать, выставку Юрия Альберта и Виктора Скерсиса. Это такие громкие, я бы даже сказала, громадные уже имена на сегодняшний день. А в этот раз мы пошли на эксперимент и, собственно говоря, вот решились на то, что в выставке на остановках участвуют студенты московских вузов архитектурных, полиграфических. Вот они создали такое объединение, группа Т, и это молодые художники, которые, собственно говоря, рефлексируют на, чтобы это было более понятно, не только вот идею космического, а на идею авангарда. Потому что авангард и космос, они все-таки сопряжены. И такие имена, как там Малевич, Кандинский или Скрябин, они всегда говорили о будущем, о точке отсчета. И, собственно говоря, для самого простого понимания космоса, это нечто непонятное, это какая-то вселенная, которая все равно начинается с точки. Да. Вот, собственно, об этом мы сказали. Вот такой хотелось бы момент тоже уточнить и обсудить. Вот смотрите, понятно, что в Самаре, в нашем городе, очень трепетно относятся ко всей вот этой космической тематике, что нам есть чем гордиться в этой области. И мы наполняем это, ну, в хорошем смысле пафосом, наверное, да, вот эту тему, что и Самара столица космическая, и много посвящено этому и так далее. И будет множество всяких торжественных мероприятий в связи с Днем космонавтики, да. Вот. Естественно. Но по большей части это все-таки больше такое какое-то, ну, массовая и производственная, что ли, тема. Здесь у нас более культурный подход, да, к этой теме. И мы как-то с другой стороны пытаемся еще привлечь людей, которые, может быть, далеки от техники, но близки к культуре, да, и тем самым объединяем, наверное, да, каким-то образом людей, которым не безразличен космос, но не безразличен с разных сторон, там, с культурной, с производственной, социальной, со всех. Спасибо, да, за такую тему, потому что, ну, такой большой, я бы сказала, не только художественный, философский вопрос, потому что люди всегда задумывались, насколько Земля вообще одинока, есть ли другие миры, и художественная мысль здесь всегда как бы работала на опережение, она работала в разных аспектах, не только художественная, религиозная, к примеру, да, всегда было понятие о том, что есть еще какие-то миры, они же связаны не только там, вот с пониманием там загробной жизни, а и космоса тоже. Это вот некая такая бесконечность, которая растянута и назад, и вперед. И мы все время думаем о будущем, и вот эта цепочка, будущего, она все время нас отсылает и к прошлому. И, собственно, вот сейчас мы хотим поговорить о том, как это связано, как это простраивалось, потому что до полета в космос были множество предчувствий. Космосу, знаете, вот этот знаменитый фильм «Космос как предчувствие». И большое спасибо, конечно, Самарскому, Самарикосмической музею, который вот наш партнер. И там будет показана в основном видеовыставка, это будет пять видеопроектов, там Чернышева, Тишков, вот о Тишкове хотелось бы особенно сказать. У него такая замечательная работа, вот я все время забываю, как она называется. Там смысл в том, что он одевает ватник с крыльями, взбирается в это, на Уральскую гору. Это, собственно, вот место, где он родился. И вот это, знаете, желание прорваться через все. Не обязательно вот в фэшн-одежде, знаете, которая такая гладенькая, и вся сверкает, и вся эта самая такая фешенебельная. А люди стремились идейно, пускай даже в ватнике, и здесь, но с крыльями, и в белом снегу, на морозе. И здесь вот множество каких-то подсмыслов рождается. Потому что как собирались эти ракеты, в каких условиях. Вот это даже вот, да, мы говорим слово «байконур». У нас же нет глянцевой картинки. Мы понимаем, что люди работали на идею. И это... Ну, альтруисты своего рода. Не только альтруисты. Альтруисты — это немножко вот люди, которые делают что-то хорошее, и они понимают, что за это не заплатят. А ученые, художники — это люди, движимые идеей. Когда ты не можешь сказать себе «нет», потому что, собственно говоря, она затягивает тебя больше, чем реальность. Вот выставка немножко вот об этом тоже. Хочется тоже вот поподробнее. Какие все-таки увидят люди картины, экспонаты, видеофрагменты, видеоматериалы, кроме вот этого человека прекрасного с крыльями? Что там будет? На что вообще... К чему душу свою готовить? Трепетно. Вообще выставка называется «Горизонты безвесия». И там помимо вот видеопроектов, которые будут все-таки составлять основную такую часть. Ну, почему? Потому что вот все-таки это проект целиком делится блоками. На улицу, где будут показаны плакаты. Но вот само инсталлирование выставки в городской среде, оно же тоже связано вот с нашим восприятием как кино. Потому что все мелькает. Вы не можете вот даже сфокусироваться на конкретной остановке. Там постоянно едут машины, идут люди. И вы как бы как человек в кадре тоже. И поэтому достаточно логично, что вот в Самаре космической базовой формы будет представлено вот видео, которое будет говорить и о повседневности человека, который, допустим, там вот Ольге Чернышовой, там видео «Человек лежит на лавке в большом городе». И это тоже вот как бы часть вселенной. Является ли он частью вселенной? И для нас эта тема очень близка, потому что вот что такое еще и улица, особенно вот для россиян? В чем, допустим, отличие от Европы? Человек в Европе выходит на улицу, ну, там, в Германии, к примеру. И он чаще оказывается даже, может быть, в более комфортных условиях, чем дома. Там чище, спокойнее. Тут вышел на улицу, вот я сейчас к вам ехала, и сразу борись. Сразу ветер, бездорожье, грязь, толпа, еще что-то такое. Ты, собственно говоря, находишься вот в неком хаосе, да, в неком таком космическом пространстве. Поэтому это тоже вот один из аспектов, как себя чувствует сегодняшний человек там. Современные вот творцы наши, они, я так понимаю, очень с удовольствием готовы креативить, да, на тему космоса и то, как они это воспринимают, вообще эту тему. Потому что это же не только, да, вот эта пресловутая точка, это не только темнота и звезды, космос, это получается вот это все, и то, и это. Ну, мне кажется, это, конечно, благодатная тема для всех художников всегда. И она все время звучит современно. Вот знаете, вот я вспоминаю детство, там вот когда говорили слово «космос» или «Гагарин», сразу был первый ассоциативный ряд, что это современно. Так сказать, проходят там годы, и это опять современно. А когда смотришь, простите, к примеру, там средневековые фрески, где там Адам и Ева и сотворение мира, и опять-таки рука, касающаяся сферы, и ты понимаешь, что на тот момент это тоже было очень современно. Это вот такая сама по себе крайне современная тема. Она всегда такой будет. Ну, может быть, там перестанет такой быть, когда все там заполонят от космического пространства. Поэтому вот это какая-то особая ипостасия вообще человеческого восприятия, вот феномен космоса, который всегда остается современным. Потому что мы всегда будем связывать, говорить, мы оттуда вышли, но он всегда непознанное, и всегда нас вот этим сам очень притягивает. Получается, насколько бескрайний космос, ни границ, ничего у него нет, настолько и творчество в этой области. Ну, вот творчество, ну, можно и так сказать, но мы берем как бы аспект, привязанный, например, два имени, мы берем вот рефлексии по поводу Кандинского, да, и кроме видео, вот вы спросили, что будет в Самаре космическое, будет там тоже выставка, вот работа молодых художников, которая рефлексирует на тему вот Татлина, или Татлина, или Татлина, потому что башня там интернационалу, да, третьему. И вот эта сама идея, которая все-таки, она у него связана с конструкцией, она очень близка теме ракеты, потому что что такое ракета? Это же вот некая конструкция, которая далась человечеству адскими усилиями, да. Мы все вот помним этот вот фильм, как фильма Тюшкова, где он идет с крыльями на ватнике, что это были огромные эксперименты, человек всегда хотел взлететь, ему всегда казалось, что вот летающая птица, это есть некий идеал. Но как прийти вот к этой конструкции? Как там и идеи конструктивизма, безусловно, звучали, потому что вот какой-то сразу ассоциативный ряд у нас есть, да. Космос, конструктивизм, 60-е, вот эта идея не только технического, но и социального прорыва, да, идея революции, которая была вот в Европе, там революция 68-го года, она же перевернула мир. Мы, казалось, были за железным занавесом, но эта волна тоже до нас дошла, в основном как бы как цунами, когда там грянула перестройка. Но вот это вот такой единый процесс. И мне бы сейчас хотелось все-таки сказать, что, дорогие телезрители, вот этот проект кода абстрактного космоса, который будет проходить на остановках города, и в Самаре-Космической. В Самаре-Космической это особая часть, она называется «Горизонт безвесия», куратора Виталия Пуцукова. Вас ждет, и мы вас приглашаем на открытие 11-го числа в понедельник в 5 часов вечера. Пожалуйста, приходите. Приходите, дорогие телезрители. 11-е число, понедельник, 5 часов вечера. Самара-Космическая, ну и остановки общественного транспорта на улицах тоже ждут своих гостей. Правильно же? Да. Отлично. На остановках сколько длится это будет? Не один же день. На остановках это в течение месяца. Но вот сразу вот можно сказать, что там вот даты, когда закончится выставка, они у нас могут так перемещаться. Потому что это же все-таки хочется сказать большое спасибо вот партнерам, которые предоставляют эти остановки, Росаудор, большой вклад в развитие социокультурной политики в городе и в регионе. Вот, наверное, сейчас последнее время больше всего на слуху вот всякие разговоры о том, что давайте как-то озаботимся культурной средой Самары, и архитектурной средой Самары, да, и дорогами, и вот этим всем. И как бы куда ни кинь, всюду клин. Дома разваливаются, потом существует развал в мозгах, и много объективных таких мнений. И когда жители дальних районах, они говорят, а почему он должен центр старый охранять? Вот, собственно, мы хотим сформировать единое культурное пространство. За эти годы, что вы занимаетесь этим проектом, есть ли вот это, ну, понятно, что не потрогаешь эту отдачу, да, это достаточно сложно, но хотя бы вот ментально, есть ли ощущение и понимание того, что это работает, и люди действительно притягиваются, и повышается культурный уровень города в целом, что люди меняются, меняют свое отношение. И как это можно увидеть, вот вы как организаторы и создатели вот этого большого проекта? Знаете, конечно, вот увидеть, потрогать, это достаточно трудно, но все-таки есть факты. В Самаре, скажу это с нескрываемой гордостью, современное искусство достаточно развито. И это очень хороший показатель. Это не во всех городах, далеко не во всех. И то, что вот это есть, это, собственно, является результатом вот длительности художественных проектов. И чем больше вот я встречаюсь с разными студенческими аудиториями, тем больше я вижу, что вот эта тенденция, она растет. Все больше интересующихся, все больше приходят на выставки. И вы знаете, очень много художников международных, когда объявляешь конкурс, вот мы еще делаем Ширяевское биеннале, такой, ну, самый большой у нас проект, который родился почти в то же самое время. А как остановки, потому что это был конец 90-х, и нужно было выходить в другое пространство, искать другие формы презентации, жизни, ничего не было, но была открытость. И вот у нас сложилось два таких проекта, Ширяевское биеннале. Вот эта выставка на остановках, которые вот улицы, как музей-музей, как улицы, которые живые сейчас. И потом, знаете, само название. Люди совсем по-разному реагируют. Вот напишешь кому-нибудь, вот мы приглашаем к участию в проекте, люди там что-то загуглят, и потом тебе пишут. Я все понял, Самара, она же действительно как музей. Это уникальное место, там у вас горы, Волга. То есть люди понимают, что Самара – это вот некая такая жемчужина, как Венеция. А почему нет? К этому надо стремиться. Не только критика надо, и вот эту вот часть тоже осознать. Ну вот смотрите, правильно же, вот мне кажется, что если человек, новый, молодой человек, да, подрастающее наше поколение, если оно уже будет расти вот в этой сфере, когда даже на остановке общественного транспорта тебя окружает что-то хорошее, прекрасное и познавательное, да, то есть ты можешь что-то почерпнуть, то это уже и человек другой формируется, не тот, который формировался там 20-30 лет назад. Это же уже по-другому человеческий характер даже воспитывается. То есть если вот постоянно его вот к этой культурной теме, ты здесь, там, то есть если его будет окружать вот эта вот такая тема, то и люди... Ну вот 20 лет назад еще и остановок-то этих не было, а 30 вообще не было рекламы. А сейчас это очень актуальный вопрос, особенно для молодежи. Почему? Потому что они растут в поле тотальной рекламы, и это очень тяжело. И она не всегда бывает достаточно культурной. И даже если она веселая и говорит, не дайте себе засохнуть, то как бы любой молодой человек все равно понимает, что вообще-то тебе хотят что-то продать. А здесь, когда они встречаются с произведением искусства, они просто задумываются, что хотел сказать автор. Почему это обращение ко мне? Оно не говорит там впрямую, не надо мусорить. Оно не говорит тебе, пойдите купите вот этот шампунь, или они не рекламируют постоянно вот эту... Вот эта вот идея космического, это сейчас одна из самых таких тем, которая все время эксплуатируется. Потому что космос — это будущее, это технологии, это стремление. И нам через это все время приходится покупать новые гаджеты, новые телефоны. И молодое поколение, ну, это считывает на раз. И тут вдруг раз тебе говорят о каких-то вещах, интересующих там, допустим, тебя, или можешь заинтересовать, да, могущих. Но ничего не продают. Вот это я сколько раз отмечала, ну, важный такой аспект. Мы пытаемся работать в поле рекламы, и здесь, знаете, еще ни разу не было такого, что реклама выдвинула какую-то художественную идею, а потом поле искусства ее взяло. Всегда наоборот. Две минуты у нас остается буквально до конца эфира, но хочется задать вопрос. Вот смотрите, раньше всегда все, когда еще не осваивали мы активно космос, но всегда действительно и картины писались, и какие-то произведения литературные, и очень многое из этого стало явью, да, тех людей, кто рассуждал на тему космоса так или иначе. Сейчас, если что-то вот в этих произведениях, которые мы увидим, того, чего еще нет, но оно имеет шансы стать явью через какое-то время. Вот прям вопрос, который вот вы, как-то я его ждала. Вот, собственно говоря, выставка-то о беспредметном искусстве. Кандинский, Малевич, Татлин, да. А современное, вот беспредметное искусство, искусство знака, квадрат, треугольник, оно сейчас ближе всего подходит к нам. Оно уже вытесняет слово, цифры, мы все сидим в Фейсбуке, там вам вот был только один лайк раньше, вот этот, а сейчас там вам уже и кружочки, и квадратики. То есть язык кодов абстрактного космоса, он буквально входит в нашу жизнь и практически вошел. Ну, то есть мы можем потом, да, через 10 лет обнаружить, что кто-то из астров... Мы сейчас это уже обнаруживаем. Это уже наша с вами жизнь. Откройте свой телефон. У вас там все в знаках. Это в беспредметных знаках. Они же, собственно говоря, ну, какие-то это кружочки и точечки, но вы их отличаете, вы вкладываете свою эмоцию, вот там красный, допустим, треугольничек или сердечек, вы понимаете, что это радость, да, как негативная реакция будет изображаться по-другому. Собственно, вот система знаков, она сейчас используется более всего. И лексика того, где здесь исчезнет, к большому сожалению. Но в переписке-то уже, да, сокращается количество слов и переводится... Почему? Потому что мы вот к этой системе кодов стремимся, мы понимаем, что это какое-то общее поле знаний, которое мы осваиваем. Спасибо вам огромное, что пришли. Безумно интересная беседа. Еще раз, зрители, приглашаем 11 апреля на открытие выставки кода абстрактного космоса в 17.00 в Самаре Космической. Проведите выходные, использую с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова